Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. И своё особое мнение сегодня высказывает предприниматель, депутат Кировской городской думы 5-го созыва и начальник избирательного штаба Ксении Собчак Алексей Кузьмин. Алексей, добрый день. Добрый день. Ну что же, начались дебаты на всех официальных главных телеканалах страны. И в Кировской области тоже. На ГТРК «Вятка» и на «Радио России» дебаты уже стартовали. Ну что, приготовил ты уже стакан воды? Я думаю, вы намекаете о тех дебатах, которые были вчера, когда почти все кандидаты в президенты участвовали в очень интересном спектакле под названием «Донести свою точку зрения до многомиллионной аудитории». Да, мы имеем в виду дебаты у Владимира Соловьева. Все верно, да. На федеральном телеканале, где почти все кандидаты в президенты пытались рассказать свои предвыборные тезисы, предвыборные лозунги. Аудитория этих дебатов была многомиллионная. Я знаю о том, что проводились определенные замеры. Действительно, очень много миллионов человек посмотрело эти дебаты. Еще больше миллионов, наверное, будет их смотреть в записи, потому что очень много вырезок находится в сети YouTube. Поэтому наши уважаемые избиратели сами принимают решение, за кого они будут голосовать, какие тезисы, какие программы они будут поддерживать. А тот политический трэш, который вчера происходил на этих теледебатах, я думаю, избиратели сами дадут оценку этому спектаклю, который устроил вчера один из кандидатов. Мы сейчас имеем в виду Владимира Жириновского или все-таки Ксению Собчак? А Ксения Собчак в этой ситуации разве повела себя недостойно? Или она проявила какое-то неуважение к другому кандидату? Она сделала абсолютно правильные вещи. Она ответила на оскорбления, абсолютно неподобающие Джолитенмену и просто мужчине. И будущему президенту, возможно. Возможному будущему президенту. Она ответила так, как она смогла ответить. Потому что я смотрел запись, не выпущенную в эфир, которая была без монтажа. И там она четко сказала, что мне драться что ли с этим человеком? Я же не мужчина. Но почему я должна выслушивать такие прямые оскорбления? То есть он не высказывает свою точку зрения по ее программам, по ее тезисам или предложениям. Он оскорбляет ее как личность, как женщину. И поэтому, мне кажется, ответ был абсолютно симметричным, абсолютно правильным. И ситуация может только повториться на следующих дебатах. И сегодня мы знаем, что другой кандидат, Павел Грудинин, вообще покинул аудиторию дебатов, потому что сказал, что в этом политическом спектакле, в этом цирке он тоже принимать участие не хочет. И действительно, в то время, когда один из главных по последним социологическим замерам кандидатов не участвует в предвыборных дебатах такого, такой ситуации нет ни в одной стране мира. Все кандидаты во всех странах мира всегда принимают участие в дебатах. Будь это телевизионные, либо радиодебаты, они высказывают свою точку зрения, высказывают свои политические программы. А у нас дебатируют только лишь те, кто изъявил желание. Ну, так неправильно, так нечестно. И я думаю, что это несправедливо. Избиратель должен сделать свой выбор осознанно. Он видит эту картинку, он видит тот спектакль политический, который разыгрывается в нашей стране. И вопрос в том, за кого он будет голосовать. Либо он будет голосовать против всех этих кандидатов, которые будут в бюллетене. Либо он выберет какую-то достойную для себя кандидатуру. А что выбираешь ты, как начальник избирательного штаба Ксении Собчак и, по-моему, доверенное лицо Ксении Собчак? Да, все верно. Доверенное лицо, начальник избирательного штаба. На ГТРК пойдешь дебаттировать? Здесь вообще полка о двух концах. Действительно, многие оппозиционные кандидаты или оппозиционные партии высказывают такое мнение, что оппозицию не пускают на федеральные телеканалы, не дают участвовать в федеральных кнопках. Вот сейчас такая возможность предоставляется. И оппозиционные кандидаты или оппозиционные партии могут смело высказывать свою точку зрения на федеральных или региональных телеканалах. Но в Кировской области, мне кажется, ситуация такая. Я, к сожалению, вчерашние теледебаты пропустил. Кировские. Кировские, да, по объективным причинам. В сегодняшних утреней я тоже пропустил, опять же, по объективным, к сожалению, причинам. А постараюсь сегодня на вечерние теледебаты попасть и представлять одного из кандидатов президента Ксению Собчак. — Вечерние теледебаты или радиодебаты? — Теледебаты на Россия-24. Значит, моя позиция какая, что очень смешно озвучивать федеральную повестку и федеральные тезисы на региональном телевидении, на региональных теледебатах. Вот, может быть, такой пример приведу. Вот вы ездите за рулем автомобиля, слушаете радио. Могу я произносить радио другое? — Конечно. — Радио «Мария-ФМ». И там есть такая рубрика «Мировые новости на Марии-ФМ». Вот вы знаете, это звучит точно так же смешно, как федеральная повестка на ГТРК «Вятка доверенных лиц кандидатов в президенты». Ну, о чем можно дискутировать, какие можно федеральные тезисы вбрасывать на региональном телевидении? Причем формат такой — это не дебаты. То есть там просто есть определенная тема, и на эту тему дается там три или четыре минуты каждому представителю, чтобы высказать свою точку зрения. Это не дебаты. Это всего лишь констатация какой-то федеральной повестки. Можно по бумажке прочитать, чем, кстати, и пользуются многие доверенные лица наших кандидатов. Просто достают газету и читают по газете предвыборные тезисы кандидата в президент. Но мне кажется, это не тот формат политической дискуссии. А каким бы ты видел? Был бы классный формат, и он был бы интересный, если бы тематика была исключительно региональная. То есть в контексте региональной политики, региональной экономики, региональной социальной сферы. Вот это было бы интересно. Зачем жителям Кировской области слушать федеральную повестку кандидатов, которые в жизни никогда не станут президентами, которые продают места в своих партиях, которые являются спойлерами политических партий и других, являются спойлерами других кандидатов в президенты. Зачем слушать этот федеральный бренд? Нужно слушать региональную повестку, региональную проблематику. Какие конкретно, например, темы из региональной тематики ты готов был бы обсудить или подебатировать насчет чего со своими оппонентами на дебатах здесь? Безусловно, одной из главных повесток региональных дебатов должны стать бюджетные отношения. Это раз. Это возможности наполнения, пополнения бюджетов региональных, муниципальных. Это экономические вопросы, связанные с развитием бизнеса крупного, малого, среднего. Это вопросы, связанные с социальной сферой нашего бюджета. То есть это расходы на здравоохранение, на образование. Это вопросы, связанные со строительством, строительство инфраструктуры, жилья. Это вопросы культурные. У нас в городе что ни день, то культурный скандал. Вы сами знаете и в том числе и принимаете участие в тех дискуссиях, которые связаны именно с культурными вопросами в нашем городе. И вот эти темы, они живые, они актуальны, они имеют вес для нашего избирателя. Какой имеют вес для нашего избирателя лозунги, что мы все заводы вернем в государство, мы разделим бюджет пополам, каждому жителю Российской Федерации дадим столько-то рублей из государственного бюджета. Но все это популизм, это лозунги, это тезисы. Они невыполнимы, они нацелены только на то, чтобы в дальнейшем этим кандидатам в президентам участвовать в других политических избирательных кампаниях. Что касается сегодняшних дебаток на Россия-24, вам уже заявлены темы, на которые вы будете дебатировать? Насколько я знаю, тема это экономика и промышленность. Чего? Всего. Вот я об этом говорю. Всего. То есть как это происходит? Вам прислали имейлы и сказали, что будет экономика? Нет, эти темы утверждены в рамках избирательной комиссии Кировской области и предложены для трансляторов, то есть для ГТРК «Ветка». Прямо так сказано? Экономика и промышленность? Там всего лишь 8 или 9 тем, если я не ошибаюсь. И они все уже расписаны. Вот вчера, например, была тема развития регионов. Все. Что такое развитие регионов? Каких регионов? Непонятно. Сегодня экономика и промышленность. Какая экономика? Какая промышленность? Страны, региона, муниципалитета, того городка, который я представляю? Или это ПФО? Ну, то есть настолько размыты дебаты, они превращают эту дискуссию в фарс и вообще вынуждают доверенных лиц говорить о чем угодно, но только не о политической политике. Сегодня на «России-24» дебаты вечерние. В 19.00, если я не ошибаюсь. В 19.00. Знаешь ли ты, кто туда придет? Не знаю. И даже не знаешь, кто туда придет? Конечно, откуда я знаю. Видимо, все доверенные лица всех кандидатов в президенты. Но мы посмотрим. Мы сейчас прервемся на полминуты и продолжим «Особое мнение» Алексея Кузьмина. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. И свое «Особое мнение» сегодня высказывает предприниматель, депутат Кировской городской думы 5-го созыва и начальник избирательного штаба Ксении Собчак Алексей Кузьмин. Здесь на сайте в разделе анонса есть вопрос, специально для тебя предназначенный, от Михаила. Я только прошу на него максимум 2 минуты на ответ выделить, потому что он такой, я бы сказала, философский даже в некотором роде вопрос. «На сегодня создается впечатление, пишет Михаил, что только если вы член правящей партии, тогда все ваши предложения и проекты воплощаются в жизнь. Тогда зачем многопартийная система? Показатель демократии, спрашивает он, может быть вернуться к принципу КПСС и конкурировать внутри партии по демократическому внутрипартийному принципу? Ну, эта идея обсуждалась достаточно уже большой период, она обсуждается давно, создание некой двухпартийной системы. И в свое время «Справедливая Россия» даже была создана как конгломерат партий, в том числе для реализации возможной вот этой идеи создания двухполитических партий и конкуренции между ними. Но идея провалилась по объективным причинам, потому что в стране все-таки должна быть политическая дискуссия, она должна быть широкая и развернутая, с пестрой политрой политических партий, политических кандидатов. Но то, что слушатели уважаемые предлагают, создание некой системы КПСС, монопартийной системы, она и сейчас существует. А вы скажите мне, вот разве идет дискуссия сейчас между другими политическими партиями? Разве сейчас не продвигаются идеи исключительно одной политической партии? Разве сейчас не работает кадровый политический лифт только внутри одной политической партии? Ну вот система, она сложилась, она устоялась, она существует уже долгое время. Оппозиционные партии, оппозиционные кандидаты пытаются с этим бороться, пытаются вмешиваться в этот процесс. Но что мы видим? Мы видим конституционное большинство в Государственной Думе у «Единой России», мы видим большинство в областном ЗАГС-собрании, в Кировской городской думе. Вопрос в том, как это большинство было достигнуто, с помощью каких технологий, белых либо черных избирательных технологий, с помощью административного ресурса это было создано или нет. Вот это уже дискуссионный вопрос. Поэтому я не поддерживаю систему монопартийной системы. Насчет технологий хочется спросить тебя. Я хотела бы поговорить по поводу клипов, которые сняты для стимулирования граждан к приходу на выборы. Что тебе нравится больше? Я вот сегодняшнюю программу так выстрою, чтобы в каждом вопросе предоставлять тебе выбор. Что тебе нравится больше? Какой клип? Про геи на передержке или про девочку в ночном клубе? Вы знаете, обсуждать вот эти клипы, которые нацелены, мягко говоря, не на очень думающую аудиторию, которые нацелены на молодежь, которая в любом случае вообще не придет на выборы. Вот я уверен, что явка молодого избирателя на эти выборы, она будет ниже плинтуса, она будет рекордно низкая. Потому что молодому избирателю такие выборы неинтересны. Молодого избирателя не заставить прийти на избирательный участок. Если только ты не студент, например. Мы уже слышим записи, выложенные студентами. Если только не административный ресурс. Молодого избирателя не заставить прийти на выборы роликом в Ютьюбе. Молодого избирателя можно заставить, лишь показав ему политическую значимость его голоса. А когда большинство молодых людей говорит о том, что за меня и так все решили, результат уже мне известен, я уже вижу по федеральным телеканалам и в сетях интернет уже какие-то процентовки по итогам голосования после 18 марта. Я вообще считаю, что необходимо запретить любые публикации социологических исследований этих в ЦИОМ и ФОМСа, они никогда не совпадают с реальной действительностью, они никогда не совпадают с результатами выборов. Ну никогда такого не было. Это манипуляция общественным мнением. Так вот, в этой ситуации молодой человек принимает решение, да зачем мне вообще ходить на выборы. Или, я думаю, если молодой человек имеет свое мнение, имеет хоть какую-то политическую грамотность, то он все-таки придет на избирательный участок и поставит галочку, но за того кандидата, которого он считает либо своим кандидатом, либо считает, что этот кандидат против всех. Ну и чтобы осуществить такой переход от темы выборов и всего, что с ней сейчас связано, я бы хотела задать тебе вопрос и предоставить выбор национальной идеи для нашего государства. В последнее время, благодаря интервью Алексею Серебрякова, Юрию Дудю, многие деятели культуры, в основном, но и политические деятели, высказывались насчет того, что из себя представляет наша национальная идея. Я их просто сейчас перечисляю, а ты, пожалуйста, выбирай, что тебе ближе. Патриотизм, сила наглости хамства, сообразительность предприимчивости достоинства, Россия – богом хранимая страна, православная планета, наши общие культурные коды – война, мы все забываем обиды и боремся против общего врага, Россия сегодня – это укрепить государственность и сохраниться в этом противостоянии с Западом, и поиск виноватого где-то на стороне. Хватит, пожалуй. Большой выбор. Абсолютно большой выбор. Это по материалам коммерсанта. Сразу же можете посмотреть, кто высказывался. Я вообще не понимаю эту ситуацию, эту дискуссию, связанную с высказыванием Серебрякова. Это мною очень уважаемый актер, который снимался в высокоинтеллектуальных российских картинах, который знает толк вообще в российской действительности, который объездил всю страну. И он имеет право высказать все, что он думает. Это его точка зрения. Он высказал эту точку зрения в личном интервью. Какая кому разница, что он сказал. Это его позиция. Такая ситуация сложилась, что накинулись на этого актера, обвиняют его во всех смертных грехах и так далее и тому подобное. Но мне это совершенно неприятно и противно. Да, у него такая точка зрения. И самое-то страшное, и может быть даже не страшное. У многих такая точка зрения. Вы видите картину за окном. Вы видите тот политический конструктивизм, который у нас в стране происходит. Вы видите ситуацию, когда население озлоблено, когда население нищает, когда даже продуктовые магазины вынуждены сворачивать свою выручку из-за низкой покупательской способности населения. Население вообще критично относится ко всей сложившейся вокруг нее ситуации. И в этом во многом виноваты политики. И виновата политика. И Серебряков об этом говорит, что вот ситуация сложилась такова, что за окном вот такая картина мира. У тебя чья позиция все-таки близка из перечисленных мной? Я вообще ко всему всегда отношусь достаточно критично. Но не потому что критик по сути, а потому что действительно слишком серая картина за окном, слишком много негатива, слишком много нерадужных перспектив. Я очень надеюсь, что у нашего кировского или российского избирателя или жителя нашей страны когда-нибудь наступит то время, когда он снимет свои розовые очки, когда он перестанет включать первую и четвертую кнопку федерального телеканала, когда он, когда сойдет на нет его ура патриотизм, когда все-таки он поймет, что за окном очень много проблем экономических, политических, социальных, культурных. И когда об этих проблемах он начнет говорить. И когда ему не будут затыкать на это рот, как затыкают, как пытаются заткнуть рот Серебрякову и другим, в том числе культурным и очень уважаемым деятелям в нашей стране. Вот у меня такая позиция, что никому нельзя затыкать рот. Каждый вправе говорить то, что он думает, и то, что он думает, во что он верит, и какие позиции он отстаивает. Свобода слова как национальная идея. Это от Алексея Кузьмина. Это его особое мнение, вы слушаете. Ну, давай перейдем сейчас к городской тематике. У нас просто фонтанирует сейчас город с большой буквы различными предложениями и высказываниями о новостных поводах масса. Начнем все-таки с истории, чтобы разрядить обстановку, с торговым центром Баска. Не понимаю истерики городской администрации вокруг оформления фасада торгового центра Баска. Собственник имеет полное и безусловное право красить свой фасад ровно в те цвета, что ему и только ему нравится, пишет юрист Ян Чебутарев в своем фейсбуке. Он добавляет, я лично бесплатно и безвозмездно бой в суде администрации устрою. Комментарии под этим постом разделились. Твои комментарии. Вот я уже вижу эти дискуссии не первый месяц о всяких плитках в нашем городе. Сначала обсуждали плитку авиационного техникума, сейчас обсуждают плитку торгового центра Баска. Самое страшное, что это обсуждает городская власть. Это предмет дискуссий общественников, кировчан, которые могут высказывать свою точку зрения, естественно, не вправе высказывать свою точку зрения, доносить свою позицию до городских властей. Но когда каждый день во всех пресс-релизах, во всех информационных ресурсах городская власть отвечает на вопросы об этой плитке, красная она должна быть, желтая, зеленая, фиолетовая. Насчет плитки на авиационном технике, это все-таки правительство. Это я пример говорю, да, тем более еще зам губернатора отвечает на эти вопросы, глава администрации отвечает на вопросы. Вот вы знаете, это из той же серии, когда каждый ларек, каждый вновь открывшийся забор в городе, приходит целая делегация чиновников перерезать с ленточкой. Вот у городской администрации в Кирове настолько много проблем, они связаны с экономикой, с инфраструктурой, с бюджетом, дырявый бюджет, минус дефицит 630 миллионов рублей. Вот эта проблема, вот эта дискуссия, которую надо всем поднимать, и общественникам, и властям, и депутатам. А вот он сидит, я говорю сейчас о главе администрации Шульгин, он обсуждает вместе с общественником вот эту плитку, синяя, зеленая она, красная. А может быть поэтому уже четвертую неделю я вместе с инвесторами не могу попасть к нему на прием. Потому что вот он, наверное, сидит и... Кому не можешь попасть? К Шульгину. Мы, есть группа инвесторов, которые хотят развивать наш город, вкладывать в город инвестиции, а я четвертую неделю не могу к нему записаться. А что тебе говорят? А вот не знаю. Мне говорят, что человек занят. Ну то есть это не... Обратись сейчас прямо через эфир. Илья Вячеславович, есть группа инвесторов. Может быть, да, через эфир вы меня услышите, что я добиваюсь четвертую неделю с вами встреча. А секретарь, ну никак ежедневно меня не может к вам записать. В общем, тут есть такая личная история. Вот так и странные вы, общественники. Когда они обсуждают и не спрашивают общество, как выглядит наш город, сколько этажей строят, действительно, как выглядят эти дома. Когда раскрашивают дома в ярко такой поросячий розовый цвет, вы возмущаетесь, что вас не слышит администрация и творит, что хочет. А когда вас спрашивают, вас слышат и даже приглашают для обсуждения, вам не нравится, что они обсуждают эти мелкие вопросы. Как-то не поймешь вообще, разберитесь. Ну, насчет домов, разукрашенных в поросячий цвет, вот действительно, вот это как раз дискуссионный вопрос. Все въезды и выезды нашего города затыканы уродливыми муравейниками, многоэтажками, построенными в садовых товариществах и раскрашены в поросячий цвет. Вот это проблема. Кто выдавал разрешение найти дома? Кто подписывал бумаги? Кто был участником градостроительного совета? Да что тут езды и выезды? Исторический центр в этот цвет раскрашен. Да даже в центре такие вещи есть. То есть, ну вот, может быть, вот эта проблема. А торговый центр «Баскет», да бог с ним, какой у него там плитка. У нас путепровод в чистые пруды проблемный объект. У нас, вот сейчас мы будем дискутировать и говорить с вами о дорожных лотах, аукционах. Вот у нас проблемы. Вот эти проблемы. Мы перейдем к этой серьезной проблеме. Эти проблемы Илья Шульдин и должен обсуждать в ежедневном формате. Ты мне все-таки скажи. Вот все-таки скажи. То есть, вот Яна Чепатарев говорит, что руки прочь от любого частного дома. Во что хотим, в то и красим. Неважно, в центре города он находится, какой величины. Захотим, раскрасим, во что хотим. А другая история, и ее тоже поддерживают не только общественники, но и чиновники, как казалось, что должны действовать единые требования к нежнему оформлению фасадов. И нечего собственникам свои холодильники раскрашивать, как хотим. Нужно слушать общественность и следовать правилам. Чья тебе позиция близка? Вот смотрите, сначала... Нет, у нас не остается времени четко сказать, чья. Холодильники сначала расставляют по всем точкам города Кирова, а потом жалуются на эти холодильники. Просто вопрос заключается в том, что есть бизнес, который имеет определенные коммерческие... Нет, я прошу прощения, и так, следовать... Он имеет коммерческие интересы. Вот бизнесмен считает, что таким цветом он привлечет внимание покупателей. Администрации и общественники говорят о том, что это слишком яркие, броские, некрасивые цвета. Так где вот эта грань? Где бумага, по которой должен действовать вот этот бизнесмен? Или где бумага, по которой работает администрация городов? То есть все-таки единые требования к внешнему оформлению фасадов? Они должны быть оформлены. Исследования им? Они должны быть, конечно. Они должны быть оформлены. Так как их нету, это выливается вот в эти ежедневные дискуссии о плитках. Туалетная эта плитка или красная плитка? То есть решить раз и навсегда. Раз и навсегда. Правила внешнего оформления города. Прерываемся на короткую рекламу. Напоминаю, что это особое мнение Алексея Кузьмина. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». Вы слушаете особое мнение Алексея Кузьмина, депутата городской думы 5-го созыва. И мы сейчас перейдем к дорогам. Господин Брам собирается образиться с жалобой в Уфас на решение городской администрации разделить заказ на ремонт дорог на два больших лота. Напоминаю, по 600 и 400 миллионов каждый лот. Он считает, что это решение дает меньшие шансы подрядчикам заявляться на аукцион и, возможно, поддерживать интересы конкретных организаций. Поддерживаешь, Брама? Ну, абсолютно. Абсолютно. Потому что я всегда говорил, вот эти огромные укрупненные дорожные лоты, они ведут к полной стагнации дорожного рынка, они ведут к полной дезинтеграции подрядчиков, потому что они в любом случае будут наниматься в субподряды нашим крупным предприятиям «Виатавтодору» к ДМС. Они в любом случае будут оказывать услуги и зарабатывать неплохие деньги. Но если бы эти лоты были разбиты на мелкие части, то в этой ситуации создалась бы конкурентная нормальная среда. И эти мелкие подрядчики заявились бы на каждой, на свои маленькие лоты. А ты знакома с мотивацией представленной администрации города Кирова? Я напомню нашим слушателям. В прошлом году дробление лотов привело к ухудшению качества работы и снижению управляемости процесса. В этом году действуем мы по другому принципу. На ремонт дорог должны выходить подготовленные подрядчики с обширным парком техники, с финансовыми возможностями, с собственными ресурсами, чтобы в ходе реализации проекта не возникло проблем, связанных с дефицитом материалов. Так вот ситуация такова, что даже у этих наших крупных подрядчиков нет у них в гараже столько спецтехники, и они не настолько даже финансово обеспечены, чтобы полностью взять вот эти огромные лоты. Они все равно нанимают субподряд. Но все равно. И эти субподрядчики также зарабатывают деньги. Но зачем вот это непонятное укрепление? Да, были проблемы там со сроками, потому что один подрядчик заявился вовремя, другой не подписал контракт, началась переторговка и так далее. Были вопросы, связанные с проведением этих торгов. Но по качеству уложенного вот этого асфальта, который был в том году, я бы не сказал, что разница между асфальтом ГДМС, асфальтом Виатавтодора и мелких подрядчиков, которые выигрывали мелкие лоты, была кардинально принципиально разная. Нет, качество было одинаково, но всегда какое-то плохое, что у больших, что у маленьких. Вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, что у нас сегодня действующий президент, вот прямо сегодня в послании Федеральному собранию, говорит о том, что необходимо увеличить государственные закупки у субъектов малого предпринимательства до 50%. Сейчас 15% цифра. Так вот, все говорят об этом. Федеральное министерство говорит. Правительство об этом говорит. Президент об этом говорит. А у нас ВОЗы ныне там. У нас огромные лоты. Как раз эти большие подрядчики, которые могут зайти, они должны предоставить эти 15% субподрядчикам более мелким. Но, это еще раз из мотивации администрации, с мелких субподрядчиков очень трудно спросить, если они плохо работают или если они не выполняют свои гарантийные обязательства, они исчезают просто. А крупные подрядчики, они никуда не денутся. С них можно будет спросить. Как тебе такая мотивация? Эта мотивация очень правильна, и она имеет место быть. И я очень рад, что, например, сейчас произошла кардинальная смена менеджмента, например, в крупнейшем нашем предприятии к ДМС. Наконец-то перестанут гореть ангары со спецтехникой, которые две недели назад были заложены в кредит. Наконец-то спецтехника не будет сдаваться по цене металлолома в утиль. И, наконец-то, будет высыпаться вся песко-соляная смесь. Которая заявлена в аукционе, а не та, которая была закуплена в реале. Значит, я думаю, что ситуация будет меняться. Я надеюсь, что качество укладки асфальта нашими крупными подрядчиками изменится. Я только, опять же, на это надеюсь. Потому что я абсолютно не сторонник вот этих крупных лотов. Ни к чему хорошему, кроме как удорожание всего лота, всех тендеров, это не приводит. Ну, будем посмотреть, что называется, да, теперь уж. Да, и надеюсь, что конкурентная дорожная среда все-таки будет развиваться. И она будет развиваться при поддержке действующих властей. А не по такому принципу. Вот у нас есть два предприятия. Вот они всю жизнь работали, и они будут всю жизнь работать. И, не дай бог, зайдет в Кировскую область другой подрядчик из другого региона. Он зашел в прошлом году из московского региона. Он был, это был, даже не подрядчик, это была фирма Прокладка. А я говорю о настоящих подрядчиках. У нас были прецеденты еще в прежнюю власть, когда заходили иногородние подрядчики, они укладывали абсолютно качественный классный асфальт. На федеральные трассы. Качественный классный асфальт, который лежит до сих пор, и никто его не перекладывает. На федеральных трассах так и происходит. Не будем далеко уходить от темы городского устройства. Снова обратимся к словам сити-менеджера. На этот раз возвращаемся к судьбе Абрагова-Засора. Я, Вячеславович, предложил построить в Абраге школу и спортивную школу. Народ в комментариях под новостью на нашем сайте пишет, убрать руки от исторического рельефа и разбить там парк. И только парк. А ты что скажешь? В этой ситуации я больше поддержу городскую власть. Почему? Потому что, когда мы говорим о строительстве школы, будь то образовательное учреждение, либо спортивная школа, мы все-таки говорим о федеральном финансировании этого проекта. В городе нет ни одного рубля на строительство новой школы. Ну, максимум на какое-то копеечное софинансирование, потому что бюджет древый как решето. И когда мы говорим о строительстве школы в центре города, это очень важный проект, который подтянет федеральное финансирование. Дети получат новое учебное заведение. Родители перестанут ездить из центра города на юго-запад и в Коминтерн, и это решит очень многие образовательные вопросы. Что касается парка и сквера в культурной части города, это тоже все нужно, важно, красиво. Люди должны получать качественную, благоустроенную городскую среду. Они должны получать пешеходную инфраструктуру, тротуары, прогулочные зоны, аллей. Но где взять деньги на эти мегапроекты в городском как дырявом, как решето бюджете? Ну, не подтянуть сейчас. Единственное, вот есть проект по благоустройству городской среды, но в любом случае вот в этом году, в эту программу этому проекту уже не вклинится. Ну, в конце концов, у нас целых три, даже четыре оврага в цепочке за 40, которые можно и парками благоустроить бы, и школу спортивную построить, и обычную, общеобразовательную. На открытие космического центра, который состоится в 20-х числах марта, в Киров ожидается, что приедет господин Мединский. Событие само по себе, конечно, прекрасное, торжественное, но прелесть его состоит еще и в том, что у министра можно что-нибудь попросить, как водится у нас, да? И если он отреагирует на просьбу, например, то там скажет, мы учтем, например, ваши пожелания, или это прекрасное предложение. Этому высококультурному городу обязательно вот это вот необходимо. Отсюда вопрос к тебе, как человеку, любящему город Киров. Что попросить у Мединского? Ну, конечно, не очень красивая ситуация, когда приезжает федеральный министр, и все должны с протянутой... Уж какая есть, но не с протянутой, а с предложением. Я поэтому и говорю, да, что вот такая ситуация, она сложилась в нашей стране. Традиционно. Что региональные чиновники вынуждены ездить на поклон федеральное ведомство, федеральные кабинеты, министерства. Уж где налоги наши лежат. Да, вот я про это и говорю, что выпрашивать каждую копеечку назад себе в регион тех денег, которые мы уплатили в виде федеральных налогов. Вот уж такая политическая конъюнктура. Чем богаты, тем и рады. Но если мы говорим о таком примере, когда губернатор нашего региона, может быть, какие-то министры нашего регионального правительства будут выпрашивать деньги у Мединского на какие-либо проекты, то, безусловно, необходимо реконструировать культурную инфраструктуру. У нас есть театры, у нас есть филармония. Филармония, кстати, находится не в совсем, мягко говоря, приличном эксплуатационном состоянии. А пролегающие территории тем паче? Ну, вот я про это и говорю. То есть, если мы говорим о каких-то культурных проектах, культурных стройках, то я бы все-таки посоветовал, наверное, просить деньги на реконструкцию и ремонты, нежели на строительство каких-то супер-мега-пупер-объектов. Ну, вот есть такая инициатива областного правительства на территории Квату. Супер-мега-пупер-проект возвести культурно-развлекательный, дискуссионный, выставочный и киносмотрительный и так далее. Ну, может быть... Я такого не слышала от правительства. Это мы тут обсуждаем такую идею. Ну, может быть, да. А правительство как раз молчит. Какие-то такие вопросы будут обсуждаться. Поэтому все-таки я бы просил на ремонт и реконструкцию действующих культурных объектов. А конкретнее? Давай несколько объектов назови. Драматический театр, театр юного зрителя и филармония. И филармония. Это все объекты, в которые ходят тысячи наших кировчан, которые ежедневно покупают туда билеты и хотят видеть ухоженное кресло и качественную сцену. Окей. У нас есть еще 40 секунд. И как тебе предложение, которое мы тут обсуждаем уже второй день, вынести действующую судьбу с тюрьмы за черту города, а на месте тюремного замка, который сейчас на набережной находится, как раз и осуществить размещение культурного центра какого-нибудь, не знаю, концертных, галерей художественных и так далее, и каких-то образовательных объектов? Эта идея, я считаю, имеет место быть. Она заслуживает уважения. И потому что действительно культурных объектов, может быть, и не хватает. И я думаю, что будет спрос на культурный объект такого уровня. Но, еще раз повторяюсь, не на областные, не на городские деньги. А вот Миндинского попросить? Ну вот, если только так. Потому что на те копеечки, которые есть в сером и в белом доме, мы можем там в лучшем случае на территории этой тюрьмы поставить лавочку, фонтанчик за 100 тысяч рублей, разбить две клумбы и 45 ленточек красных разрезать после этого. Поэтому, все-таки, это должен быть интересный большой проект с федеральным финансированием. А то, что тюрьма в центре города находится, причем в пешеходной прогулочной зоне, ну, конечно, это некрасиво. Это, наверное, уже не модно, неправильно и не актуально. Алексей Кузьмин, это его «Особое мнение» вы сегодня слушали. Программу вела Светлана Занько. Всем доброго дня. Спасибо. До свидания.